Сегодня я вам расскажу о невероятном месте, которое находится в полуторах часах от острова Бали в Индонезии. Вы когда-нибудь слышали такое название, как остров Ламбок? Я вот никогда, то есть мы всегда говорим о том, что мы хотим отдохнуть на Бали, но вот, этот остров стал для нас невероятным открытием 2023 года. Сегодня я вам расскажу о весомых аргументах, почему Ламбок лучше, чем Бали. И если вы планируете свой отдых в 2023 году и хотите посмотреть природу и острова Индонезии, вам точно стоит посмотреть это видео до конца. Хотя Бали, безусловно, является любимым местом для отдыха в Индонезии, остров Ламбок имеет исключительные преимущества перед Бали на сегодняшний момент, о которых вам стоит узнать, прежде чем запланировать свою поездку в Индонезию. Как мы выбрали остров Ламбок и почему мы туда вообще попали? Предстояла встреча нового 2023 года, и мы хотели, чтобы эта ночь была незабываемой. Конечно, был у нас вариант отпраздновать Новый год в большой компании, в каком-нибудь бич-клабе, но я подумала, ну, как бы, таких у меня опций будет очень много до 80 лет. После 80 я буду уже об этом вспоминать. Ну, в общем, до 80 лет я точно успею нагуляться со своими друзьями в клубах. И поэтому мы решили, что было бы здорово забраться на какую-нибудь гору или вулкан, а здесь в Индонезии таких возможностей достаточно очень много. И мы начали выбирать, и у нас было три опции. Подняться на вулкан на острове Ява, подняться на вулкан на острове Бали, и тут мы нашли остров Ламбок. Почему же мы выбрали остров Ламбок, и какие же преимущества острова Ламбока перед островом Бали, об этом будет полностью сегодняшнее наше видео. Первая причина, с которой мы начнем, это невероятные пляжи. Длинная набережная, да, с огромными волнами, и по праву Ламбок славится своими нетронутыми пляжами. В отличие от Бали, где пляжи не везде белые, да, часто на Бали вы встречаете вулканический песок, и как следствие черные пляжи. И, конечно же, вы можете встретить переполненные пляжи, где очень много народа, и нету, в большинстве случаев, нету пальм на береговой линии. Поэтому пляж Ламбока, это одной из вал, которые было у меня на этом острове. Вы видите, что мы были в сезон дождей, поэтому океан такой бушующий, сильный. Вообще, я обожаю такую мощь океана, но в сезон, когда нет дождей, пляжи Ламбока славятся своей кристально чистой водой, белоснежными пляжами. Если вы это любите, то точно вам нужно посетить остров Ламбок. Второе преимущество Ламбока, здесь меньше туристов, как следствие, меньше пробок на дорогах, и есть место, где можно совершать пешие прогулки. В отличие от Бали, я не раз уже в своих видео говорила о том, что трафик на Бали может быть совершенно крэзи, и, конечно же, здесь вообще очень мало пешеходных зон, поэтому, если вы хотите заниматься каким-либо спортом на Бали, а здесь необходимо заниматься спортом, потому что не хватает активности физической, то вам стоит выбирать такие виды спорта, как серфинг. Я обожаю и занимаюсь сайклингом эндуро в помещении, и также есть варианты, опции, это спортивные залы. Но если вы любитель пеших прогулок, то здесь этого совершенно недостаточно на острове Бали. В Ламбоке просто гуляй не хочу. Третье преимущество это Ринджани парк. Это просто невероятная природа, ребят. Если вы любитель гор, если вы любитель пеших прогулок, если вы любитель хайкинга, то я считаю, Ламбок это то место, которое обязательно нужно посетить. На Ламбок мы прибыли 30 декабря. И 31 января в 7 часов утра по балийскому времени мы отправились в сторону вулкана Ламбока, чтобы покорить вершину в новогоднюю ночь. Звучит незабываемо. А сейчас я вам расскажу, как это было на самом деле и что нас подстерегало впереди. И вообще, как мы встретили Новый год. Планы пошли не по планам. Соответственно, новогодняя ночь у нас была максимально непредсказуема, но от этого максимально незабываема. В 7.48 мы подписали в трекинговом центре все документы, что мы согласны посетить парк, и мы понимаем, да, берем ответственность за нашу жизнь. Мы в здравом уме и в светлой памяти, и мы сами на это решились. После этого мы отправились в медцентр, где нам провели минимальное обследование, чекап того, что мы можем подниматься на гору. И после этого мы отправились уже к подножию горы. Но, как видите, уже начался дождь. Это не какой-то такой тропический легкий дождь, а такой очень сильный вместе с ветром. 9.48, дождь еще продолжался. Но у меня было столько энтузиазма, что я с удовольствием и с улыбкой, счастьем начала этот подъем. Так мы начали свой путь. Пожелайте нам удачи. Подъем на гору и это восхождение меня научил тому, что не бывает плохой погоды. Бывает неправильно подобранная одежда. Поэтому, видите, у меня есть дождевик, у меня есть водонепроницаемые ботинки, куртка, штаны и с обоихи рюкзак. Примерно наш рюкзак был весом 5-7 килограмм. Вулкан Ринджани – это самый большой вулкан в Индонезии, действующий, активный, высотой 3726 метров над уровнем моря. Погода менялась моментально, льет дождь в свете солнца. Но, несмотря на такую погоду, перед нами открывались невероятные пейзажи. Просто дух захватывал. По пути нам встречались, конечно же, другие туристы, которые поднимались или спускались с горы. А также обезьяны. Конечно же, кого-кого, но обезьян я точно здесь не была готова встретить. В нашем подъеме нам помогали гид и двое помощников, которые несли, помогали нести наши вещи. Помощники, которые нам помогали с вещами, которые работают на этой горе, вызывают у меня огромное восхищение благодарности. Того, насколько они это делают профессионально. Ну и, конечно же, насколько они сильны. Спасибо вам большое за эту работу, которую вы делаете и помогаете нам в горах. Итак, первая большая остановка, где мы будем сейчас обедать. Так, всем привет, ребятушки. И 31 декабря 2022 года. И мы встречаем на Ламбоке. Остров Ламбок. Мы уже прошли полтора часа. Собственно, мои часы показывают, что я сожгла уже 490 калорий, и мы прошли 4 километра. Не так много, собственно, но видите, какая погода. Погода прям шепчет. Но мы же Crazy Russian, и мы решили отпраздновать Новый год на горе. Собственно, следите дальше. Посмотрим, что из этого получится. После обеда в 13.38 мы продолжили свое восхождение. И впереди было еще две полноценные части. И этот подъем физически был для меня непростой. Несмотря на то, что я регулярно занимаюсь 3 раза в неделю в спортом, калории горели очень быстро. И мне сейчас спустя время кажется, что если бы мне тогда сказали, и я понимала, насколько сложно это будет, я бы, возможно, сказала, что я не смогу, я не справлюсь. Но на горе в восхождении откуда-то берутся силы, и ты продолжаешь это делать. Это, к счастью, радуга. Не увидят, мне кажется. Увидят. Все видно. Очень красиво. Очень красиво. Запоминайте, как выглядели эти места 31 декабря. Чуть позже я вам покажу, что изменилось и как они выглядели уже 1 января. Субтитры сделал DimaTorzok 15.30 и крайняя остановка перед подъемом к месту, где у нас будет ночлег. Ну, не одни мы такие странненькие. Как видите, облака все сгущаются, дождь все начинает идти быстрее, сильнее. Но мы продолжаем свой путь. Субтитры сделал DimaTorzok 17.01. Наконец-то мы прибыли в точку, где будет у нас ночлег. Высотой 2639 метров над уровнем моря. У меня уже не было совершенно сил. Начали устанавливать наши палатки. И как только мы установили, уже в процессе, представляете, начался шторм. Конечно же, у нас было по плану, что этот путь будет 3 дня, 2 ночи. Но погода максимально менялась, и мы не понимали, а что же будет ночью, и что же будет утром, и как мы сможем продолжить наше путешествие. Впереди была новогодняя ночь. Короче, похоже, без спальника лучше не выглядывать. Всё, спать 5 часов дня. Кто много топает, тот много спит. Фух, ну всё. Всё, мы прошли после той остановки ещё 3 или 4 часа. Я последний час думала, вообще не справлюсь. И свою сумку отдала своему молодому человеку. Вот. Соответственно. Но мы очень везучи. Мы видели солнышко. И потом под конец, конечно же, пошёл дождь. Сейчас мы в палаточке. Так, ну вот я уже в спальном мешочке. Мы переодели всю одежду. Вся остальная одежда просто ужасно мокрая. Ну ладно. Здесь термобельё. Уже так тёплышко. Сейчас поужинное время 5 часов вечера. В Москве только... Сколько? 12 часов дня. А мы уже отправляемся спать. Собственно, план какой? Мы просыпаемся в час 20, вроде бы. И если погода отлична, мы в 2 часа начинаем выдвигаться, чтобы достичь пика горы. И там уже, это будет уже 5 часов утром. То есть, московского времени 12.00. Встретим Новый год. В общем, пожелайте удачи. Я очень надеюсь, что завтра с утра будет прекрасная погода. Всё, я спать. В районе 7 часов вечера от того, что мы очень устали, на улице был шторм, ветер, мы постарались заснуть, чтобы встретить Новый год. По плану мы должны были проснуться в 2 часа ночи и подняться на самую высокую точку вулкана Ринджане. Мы заснули и проснулись в 12 часов начала первого по-балийскому времени. И мы поняли, восхождение дальше будет невозможно. На улице просто бушевала стихия. Шторм тряс нашу палатку таким образом, что казалось, что сейчас палатка слетит, и нам нужно будет спасаться. Хорошо, что рядом был на горе, на этой высоте, спасательный домик, где, если что, мы могли укрыться. Но, конечно же, наша палатка тряслась во все стороны, и вода начала заливаться внутрь палатки. И на самом деле это было самое стрёмное, потому что все наши вещи постепенно становились мокрыми. Так мы встретили 2023 год. Палатка, шторм. И стало же понятно, что мы не сможем продолжить свое восхождение. Мы проснулись в 5 утра. По московскому времени били московские куранты. Новый год, встреча Нового года. А мы наверху вместе со стихией шторм. И впереди был в спуск. Пик моей эмоциональной истерики был, когда мы из палатки просто выливали из наших ботинков воду. Ботинки стояли внутри палатки. Такое ощущение, что они как будто там специально стояли и собирали всю воду. Просто это был какой-то эпик фейл. Ну и, конечно же, к глубокому моему сожалению, мы не увидели никакого пейзажа с кратера. И вулкан оставил эту красоту на следующий раз. В 7.00 мы начали спуск вниз, так не увидев всю красоту вулкана, кратера, и так не поднявшись на самую высокую точку. В 10.09 мы были на том месте, где вчера у нас был ланч. Кушать особо не хотелось, но хотелось создать новогоднее настроение. Поэтому были мандарины и фейерверк. 1 января 2023 года на спуске с вулкана Ринджани. И тадам! В 11.57 мы были на месте, на финише, уставшие, мокрые, но абсолютно счастливые. Мы ни разу не пожалели, что мы все-таки начали этот путь. Было бы, наверное, обидно, если бы мы приехали на остров Ламбок и приняли решение не подниматься из-за погодных условий. Но благодаря стечению всех обстоятельств первый день был достаточно комфортный, несмотря на периодические дожди для подъема. Ну, а второй, вы уже видели, как прошел, но тоже мы справились со спуском прекрасно. И вот уже спустя несколько дней, если бы меня спросили, Ань, может, не надо этого всего? Может быть, встретить Новый год в бич-клабе? Я бы сказала, нет. Я абсолютно хочу повторить это, и это просто незабываемо. И еще раз повторение, мать учения. Главный урок начала 2023 года. Что счастье зависит от нас. Счастье это наш выбор. У меня ни разу не было ни одной негативной мысли или желания капризничать, остановиться, пойти обратно. Я просто наслаждалась всеми теми условиями, всеми теми событиями, которые происходили в течение двух этих дней, 31 декабря и 1 января. Теперь у нас появилась новая цель в июле посетить Ламбок и проделать весь этот путь до конца. И урок по скриптам от Гор о том, что несмотря на такую погоду, проливные дожди, я умудрилась все равно обгореть на горе, на подъеме, на спуске. Несмотря на то, что у меня было с собой два солнцезащитных крема, я их даже не подумала использовать во время подъема и спуска. Так что, ребят, обязательно используйте солнцезащитный крем, даже если вам кажется, что он не нужен в горах. И следующее преимущество Ламбока, которое является отчасти причиной, почему на Ламбоке мало туристов, это культура и религия. Ламбок преимущественно мусульманский остров. Поэтому, конечно же, этот остров развивался с учетом этой культуры и религии. Поэтому у вас есть уникальная возможность познакомиться с другой культурой, отличной от культуры на Бали. Могу точно сказать, местные жители тоже очень любезные, доброжелательные, гостеприимные. Поэтому вам точно понравится на Ламбоке и вы сможете для себя открыть другую Индонезию, нежели на Бали. Ну и вишенкой на торте является последнее преимущество, которое является следствием из всех вышеперечисленных, это стоимость. Стоимость проживания, еды, развлечений на острове Ламбоке, она в разы дешевле, чем на Бали. И, соответственно, если же для вас очень важно попутешествовать больше, но при этом есть ограничения в бюджете, то обязательно рассмотрите остров Ламбок для своего отдыха и путешествия. Таким бонусом к отдыху на Ламбоке будет также зоопарк. На самом деле я была безумно впечатлена от этого места. Мы посещали ранее Савари-парк на Бали, но этот парк ничем не уступил по эмоциям, которые он нам подарил. Невероятные животные, которых я ранее нигде не встречала. В основном эти животные с другого индонезийского острова Суматра. Такой факт о острове Суматра, о том, что на острове Суматра началось извержение вулкана, как следствие, потом из-за этого начался ледниковый период. Так вот, очень популярный остров Суматра. Суматра со своим большой флорой и фауной в маленьком, да, таком демонстрационном виде представлен на острове Ламбоке. И ваши дети, да и вы сами, как и я, будете в восторге. Животные имеют достаточно много пространства, они даже такие достаточно ручные, с ними можно поконтактировать, то есть такой интерактив у вас будет. Ну, в общем, положительных детских эмоций вам я просто обещаю здесь. Конечно же, можно сравнить Бали и Ламбок и сказать, что Бали более развитые. Тут больше туризма, больше сервиса, больше услуг, салона красоты, магазинов и так далее. Но все те вышеперечисленные преимущества Ламбока, они точно имеют большой вес при выборе места, а где же отдохнуть в Индонезии. Поэтому я вам искренне советую посетить остров Ламбок в следующем вашем путешествии в Индонезию. Если бы вы хотели посмотреть, прежде всего, Ламбок без сезона дождей, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Мы обязательно еще раз отправимся на Ламбок, но уже в июле. И сможем совершить наше путешествие и подняться на самую высокую точку Риджани. Резюмируя это видео, я еще раз хотела бы вам напомнить. Мы создатели своего настроения, мы создатели своего отношения к любой ситуации, которая происходит в нашей жизни. И мы сами выбираем свое настроение. Так пусть в этом новом году вы будете счастливы и вы будете осознанно выбирать быть веселыми, быть позитивными в новом году. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Для вас это несложно, а для меня очень важно. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось на острове Ламбоке. И увидимся в новых видео о Бали уже совсем скоро. Всем пока!